Всевышний Аллах дозволил своему посланнику совершить переселение из Мекки в Медину. У пророка были некоторые вещи, которые находились у него на хранении из вещей жителей Мекки. Несмотря на то, что они враждовались, пророком Али Саламу ругали, оскорбляли его, все равно они доверяли ему свое имущество. Пророк Али Саламу положил Али на свою ложу, на свою постель. И приказал ему отдать имущество, которое было у него на хранении, его хозяева. Неверующие Мекки услышали обо всем этом. И они избрали из каждого племени одного юношу, крепкого, сильного. Так, чтобы они все вместе убили пророка Али Саламу, так, чтобы месть за его кровь, она уже пала, вина за это пала на многие племена сразу. Они все собрались вокруг дома пророка Али Саламу. Пророк Али Саламу вышел из дома, и так произошло, что они не увидели его. Аллах сохранил его. Пророк Али Саламу вместе с Абу Бакром, они какое-то время прятались в пещере. Курайшиты собрались и начали обсуждать. Стали обсуждать план и установили большую награду для того человека, который приведет к ним пророка Али Саламу. Пока они не добрались до этой пещеры. Но Аллах сделал так, что они не смогли увидеть ни пророка Али Саламу, ни Абу Бакром. Аллах помог ему. Когда пророк Али Саламу находился на пути пересекать на Саиме, Их догнал человек, которого звали Сурак Абн Малик. Он узнал пророка Али Саламу. Он захотел догнать пророка Али Саламу Абу Бакром. Но он не смог сделать это. Пророк Али Салам добрался до Медины. Первое, что он сделал, прибыв в Медину. Он построил мечеть Куба. Это была первая мечеть, которая основана в Исламе, построена в Исламе. Поэтому эта мечеть, она имеет особое положение, в отличие от других мечетей. Отличие этой мечеть, ее особенность заключается в том, что если человек совершит омовение у себя дома, а потом придет в мечеть Куба, и совершит там два раката намаза, он получит награду за совершение умры. После этого пророк Али Салам переехал в то место, где сейчас находится его мечеть. И там была основана, построена мечеть, мечеть пророка Али Салам. Возле мечети он построил две комнаты. Одна из комнат размера ее не превышает два метра на два. Если пророк Али Салам хотел совершить молиться в комнате, например, если это был ночной намаз, он даже не мог совершить сучуд, если перед ним спала Айша. Потому что вот такой тесной была его комната, где он жил. Так приходилось Айше подгинать свои ноги, чтобы пророк Али Салам мог сделать сучуд, земной поклон. И эта комната, она не поменялась вот с тех пор, как построена была и до смерти пророка Али Салам. Пророк Али Салам не хотел этой земной, мирской жизни.